Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Молдова в студии Олеся Кайряк. В начале коротко о главных событиях дня. Об этом и многом другом подробнее. Ситуация на валютном рынке стабилизировалась и гражданам впредь не стоит поддаваться на провокации. Такое заявление сделал премьер-министр Кирилл Габорич после встречи с представителями банковского сектора. Председатель правительства также сообщил, что 26 февраля он отправится с двухдневным визитом в Брюссель, где встретится с европейскими комиссарами и обсудит в частности дальнейший проевропейский курс Молдовы. Что касается предстоящего визита в Молдову президента Румыни Клауса Йоханеса, то, по словам премьера, темой встреч с ним станут двусторонние экономические отношения и вопросы строительства газопровода Ясы Унгены. Между тем, в Молдову президент Румыни Клаус Йоханес прибудет уже завтра во второй половине дня. Он встретится с главой государства Николаем Цимовци, лидерами парламентских фракций и спикером Адрианом Канду. Вечером высокий гость отправится в Криковские подвалы, а на следующий день Клаус Йоханес выступит перед студентами Молдавского госуниверситета. О других событиях сегодняшнего дня в нашей стране в рубрике «Короткой строкой». Члены и сторонники партии социалистов провели этим утром акцию протеста у стен столичной мэрии. Собравшиеся требовали прекратить рост тарифов и вернуть гражданам компенсации. Протестующие выражали свое недовольство политикой, проводимой столичным градоначальником Дарином Киртуака, и требовали его отставки. В марте у Молдови может подорожать хлеб. Об этом сегодня заявило руководство крупнейшего комбината страны. По словам директора предприятия, цены на продукцию могут вырасти, если сырье и топливо продолжат дорожать, а также в случае повышения тарифа на электроэнергию. В то же время, по его словам, увеличение стоимости социального хлеба не ожидается, а в апреле на полках магазинов может снова появиться батон столичной стоимостью полтора лея. Дарин Киртуака предложил переименовать некоторые улицы Кишинева, носящие советские названия. К примеру, Гагарина, Космонавтов или Сергея Лозом. Сменить имя может и пешеходная улица Диордицы, как отметил мэр, наиболее подходящим названием для нее может стать имя Евгения Доги. Окончательное решение о переименовании пока не принято, однако Дарин Киртуака уже дал указание составить список всех именитых кишиневцев. На минувшей неделе в Кишине выявлено 3560 случаев заболевания верхних дыхательных путей, что превышает предыдущий показатель на 30%. Зарегистрирован и пятый в этом сезоне случай смерти от гриппа. В субботу скончался пациент в возрасте 32 лет. По словам завначальника столичного управления здравоохранения, причиной смерти стало несвоевременное обращение за медпомощью, так как больной занимался самолечением. Президент Николай Тимофти принял участие в марше достоинства, который прошел в воскресенье в Киеве. Мероприятие было приурочено к годовщине событий на Майдане. Тимофти вместе с главами других европейских государств прошел в колонии по центру украинской столицы и принял участие в церковной службе, посвященной памяти жертв Майдана. Либеральная партия может участвовать в правящем альянсе. По крайней мере, это дали понять лидеры ЛДПМ Влад Филат и ДПМ Мариан Лупу в рамках программы на одном из частных телеканалов. Как передает портал Трибуны МД, они заявили, что для ЛП двери открыты. «Мы с самого начала сказали, что не идем на коалицию с представителями ПК РМ и не пошли», – подчеркнул Влад Филат. В свою очередь, Мариан Лупу заявил, что парламентское большинство будет сформировано, однако не уточнил, каким образом. Заместитель председателя ЛП Валерий Мунтяну отказался комментировать эти заявления. Сегодня, по случаю Дня защитника Отечества, представители посольства России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана возложили цветы к вечному огню на мемориале воинской славы. В Молдове праздник не является официальным, но многие продолжают чтить давние традиции, поздравлять 23 февраля ветеранов и всех тех, кто стоит на страже отчизны. День защитника Отечества олицетворяет собой силу, отвагу, мужеством, поэтому в календаре он давно и прочно закрепился как истинно мужской праздник. Председатель партии социалистов, майор в запасе Игорь Дадон официально вступил сегодня в команду Союза офицеров РМ. Служу Республики Молдова, такими были первые его слова после получения членского билета. Лидер ПСРМ отметил, что вступление в Союз офицеров для него является большой честью. Отдельно Игорь Дадон обратился к присутствующим в зале ветеранам. По словам председателя ПСРМ, возглавляемое им формирование зарегистрировало в парламент инициативу об объявлении 2015 года Годом Великой Победы над фашизмом. Грандиозный концерт с участием российского исполнителя Олега Газманова состоялся в эти выходные в Чедерлунге. Он был приурочен ко Дню Защитников Отечества. На шоу собрались более 15 тысяч поклонников творчества певца. Люди съехались из разных уголков Молдовы, чтобы послушать старые хиты и новые песни. От имени всех собравшихся Олега Газманова поздравила кандидат на пост Башкана Гагаузи Ирина Влах. И еще о прошедших событиях культурной жизни страны. Песнями, плясками и традиционными блинами в столице проводили Масленицу. Массовые гуляния развернулись в воскресенье на Центральной площади, где выступали народные коллективы и предлагали отведать блюда национальной русской кухни. Праздник проводов зимы организовала Русская община Молдовы при поддержке посольства Российской Федерации и представительства Россотрудничества. В веселье приняла участие и наша съемочная группа. Жители Кишиневой, гости столицы с удовольствием откликнулись на приглашение Русской общины и посольства РФ отметить вместе веселую разгульную Масленицу. Вот этот символический праздник любви, добра, мира, он сегодня на этой площади, на Центральной площади столицы Молдавии нас всех объединяет. Гости праздника приплясывали под веселые народные песни и угощались традиционными блинами. Приходите, проходите за румяные блины, лучше Масленная неделя, будьте счастливы, как вы! На Масленицу в Кишинев съехали творческие коллективы со всех уголков страны, чтобы продемонстрировать богатство русской культуры. Это такие русские трещотки, привезенные из Костромы, мы сами из Сорок, Кострома это город по братим, Сорок, и вот там мы взяли свистулечки вот такие, и даже вот эти замечательные сарафаны и купоны мы взяли тоже из Костромы и уже пошили наши мастерицы. Мы сюда приехали тоже со своими песнями, стихами, блинами, хлебом Масленицей, поздравить весь честной народ. Дух праздника царил буквально во всем. Очень рады, что солнышко на улице, как раз способствует этому празднику. Люди смеются, всем весело, очень приятно находиться здесь. Достойные проводы зимы. Кульминацией мероприятий по традиции стало сожжение чучела, а еще в последний день Масленицы все забывали обиды и просили друг у друга прощения, чтобы с чистым сердцем встретить Великий пост. Он начался сегодня и продлится 40 дней до Дня Светлого Праздника Пасхи. А в следующей части нашего выпуска узнаем о событиях, происходивших сегодня за пределами нашей страны. Совет Безопасности ООН проведет открытые дебаты на тему 70-летия победы над фашизмом и основания всемирной организации, призванные уберечь человечество от ужасов войны. Заседание проводится по инициативе председательствующего в Совбезе Китая и обещает стать главным событием начала года в сценах штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Вести дебаты будет глава МИД КНР ВАНИ, а российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Со вступительным словом к собравшимся обратится генсек ООН Пан Гимун. О других событиях в мире в рубрике «Вокруг света». По меньшей мере 65 человек погибли в результате крушения пассажирского парома в Бангладеш. Трагедия произошла в воскресенье на реке Падма в 70 километрах от столицы страны. По предварительным данным корабль пошел ко дну после столкновения с грузовым судном. На борту парома, по разным данным, находились от 120 до 150 человек. Известно, что спаслись примерно 50 пассажиров, которые самостоятельно доплыли до берега или же были подобраны другими судами. Десятки человек числятся пропавшими без вести. В Лос-Анджелесе состоялась 87-я церемония вручения премии «Оскар». Награду в категории «Лучший фильм года» досталась Ленте Бердман, режиссеру Алекандро Ганса Алисейн Яриту. Фильм снят в жанре черной комедии. Главную роль в нем исполнил американский актер Майкл Китон. Премия в номинации «Лучший фильм» на иностранном языке была присуждена Ленте Ида, польского режиссера Павла Павликовского. На премии в этой категории, напомним, претендовал также фильм Андрея Звягинцева «Левиафан». Но, пожалуй, одним из самых ярких моментов церемонии стало присуждение «Оскара» в номинации «Лучший документальный фильм» картине «Гражданин 4», рассказывающей о жизни Эдварда Сноудена. Зал встретил это решение овациями. Сам бывший сотрудник ЦРУ на вручение премии не приехал. На сцену поднялись авторы фильма и девушка Сноудена Линдси Миллс, которая живет с ним в Москве. Далее, как всегда, информация от Национального банка Молдовы на завтрашний день. Лей продолжает укреплять свои позиции. Еще на 21 бан опустится официальный курс единой европейской валюты. Таким образом, ее стоимость составит 20 леев 78 банов. Доллар упадет сразу на 1 лея 7 банов и будет стоить 18 леев 36 банов. Минус 28 банов у Румынского лея, итого 4 леев 66 банов. Минус 10 пунктов у украинской гривны, итого 59 банов. 3 бана потеряет и курс российского рубля, итого 28 банов. Такими были вести этого дня. Еще больше информации о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно на сайте нашего телеканала rtr.md. Впереди вас ждет прогноз погоды и вести от наших российских коллег. Я же, Олеся Горяк, на этом с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин